Вы как владелец, кроме продажи, вы должны прогнозировать и следующие ключевые показатели. Вы должны прогнозировать посещаемость вашего сайта. Вы должны прогнозировать ваши продажи. Вы должны прогнозировать средний чек и расходы. Вы должны прогнозировать, планировать продажи по разным услугам, туры, дополнительные услуги. и заперед, то есть за день, за месяц, за квартал, за год. Опять же, составить динамика роста, чтобы вы знали, у вас в течение года по месяцам, то есть как продажи выросли, как упали, какой динамика была, вот такой, и скорее всего у вас получится небольшая американская горка, да, это прикольно, вот вы должны составить это все, вы таким образом можете двигать этого бизнеса вперед и поднять его на новый уровень. Важно, чтобы вы умели своих расходов в прогнозе планировать, вы должны знать, сколько, исходя из того, что у вас было, вы знаете, сколько приблизительно будет точка рентабельности следующего месяца, чтобы вы могли план поставить. Вы должны знать, какой динамик роста или спада, вот трое у вас получается. Допустим, план продажи у вас из 100 тысяч рублей, да, но это имею в виду доходы, которые получаете, то есть комиссия. Вы его делите на 4 недели, каждой неделе получается сколько? По 25 тысяч рублей. Вы каждой неделе рисуете по одной линию для первой недели, своя линия ниже его и вторая неделя, своя линия третья неделя и четвертая неделя. И сверху полностью месяц это одна-другая отдельная линия. Каждого менеджера должно быть свой маркер. Каждый менеджер, когда продает, да, сколько-то, рисуется по этой линии его продажа. План сверху, там, допустим, 100, перевыполненный было из 120, но общая продажа была тогда из 140. К1, К2, это мы делили на две команды и команда, команда К2 выиграла, просто продавая чуть-чуть, да, выше, видите. А выигрыш, знаете, что было? Лучший менеджер 200 долларов и команда, которая выиграла, она должна была кататься на воздушных шариков. Не бойтесь расходы вашей компании скрывать из менеджеров. Скажите, что, девочки, вот у нас ежемесячно столько-то расходов. Я могу показать откуда. Нам, мы этот месяц начинаем с минус и столько-то суммы. Давайте мы с вами этот месяц побыстрее в ноль ходили, чтобы потом побольше, потом это по мотивации расскажу. То есть мы делили даже компанию на две команды и каждая команда вместе сравнивала. Видите, даже соревнование было то последний день, они-то копейки друг друга обыграли. Это прикольно. Они работают на результат, они хотят больше продавать и вы с этого больше зарабатываете. Они знают план, свой план, они знают план компании, они знают мотивацию, что получат при этом. Поэтому эту тоску, знаете, где должно будет повесить? У вас должна быть и стена, где ваши туристы не видят, но ваши сотрудники часто туда ходят. На кухне, где ваши клиенты не должны это видеть. Вы должны эту тоску повесить туда. И кто его рисует, я скажу, рисует его первое время руководитель, а потом начальник отдела продажи. Каждый сотрудник после продажи приходит и говорит, рисуй мне две тысячи, рисуй мне тысячу. Вот его маркером рисуется, и внизу, рядом с его имя, внизу доски, пишется общее его продажа, в скобочке, количество туры, которые до сих пор он продавал. Поэтому вот тоску вы должны, обязаны это сделать. Это очень важно. Это очень интересно, это просто вам перенесет и столько удовольствия от ведения бизнеса. Как ваши сотрудники будут бороться за результат. Это очень прикольная вещь. Управление персонала, для того, чтобы управлять персоналом, как эффективно его управлять. Смотрите, что получается. Вы, когда сотрудников хотите, чтобы меньше было возражений, вы должны все регламенты прописать. Как у вас отпуск дается, как у вас штрафуется система штрафа, как у вас оплата труда идет. И по каждому делайте. Вот сейчас скажу, как вообще регламенты подписываются. Вы делаете регламент так, в нем один экземпляр дается одному сотруднику, один экземпляр, в котором все сотрудники подписали, даже те, которые уже у вас не работают. Это может быть несколько страниц. Вы даете новый сотрудник, когда приходит, потихоньку-потихоньку подписывает все эти у вас регламенты. То есть сотрудник, когда подписывает, почему возражения меньше? Когда видит, что там стоит столько подписов, значит, что и здесь все так работает. Я тоже работаю. Один, он подписывает, вот это большой, вам дает. Другой, он подписывает, внизу вы подписываете, чтобы у него было на архиве. Это очень интересно в управлении. Вот потом, перед конфликтом, перед чего-то, сотрудники не скажут, что вы тогда мне так говорили, вы тогда так не было. Вот таким образом очень мало уменьшается конфликтов и облегчается управление компанией. Люди очень нормально относятся к штрафам тогда. Люди очень нормально относятся к инструкциям, выполнению инструкций. Поэтому у вас должно быть регламенты. Система штрафов, допустим, расскажу вам такое. Опоздание, да? Вопросы с опозданием в большинство компаний, даже на крупных, это всегда проблема. То есть люди начинают постоянно, кроме того, что они опаздывают, еще в ваше время воруют, вам рассказывают, почему они опоздали. Что делается? Для того, чтобы люди вовремя приходили, говорили, что ребята, без проблем, каждая минута опоздания, столько-то штрафов. Причем штраф как делается? Премия мы выдаем сотрудника, премия выдается сотрудника. А таким же образом штрафа сотрудник не должен, чтобы вы снимали с его зарплаты. Сотрудник в тот же день приходит, вам на стол положит свой штраф. То есть опоздал, за каждое опоздание у нас, допустим, за каждую одну минуту, это одна гривна, ну это 4 рублей российских. Это может быть кому-то много, кому-то мало. Но почему-то люди после внедрения такой системы штрафа, почему-то форс-мажоров резко стало меньше. Почему-то резко стали все вовремя приходить. Понимаете? Почему-то меньше времени уходят на скандалы, наехать на людей. Почему ты вечно опаздываешь. Вот такие штрафы должны быть на разные. То есть смотрите, у нас аудит делается, наша серия системы, да? За каждую ошибку есть и специально свой тариф и штрафы. Люди платят. У нас даже есть, если в неделе сотрудник не платит, не продает вообще, ничего не продает, сотрудник и штрафуется не за большую сумму, но 200 гривен, это 800 рублей, да, где-то. Но все равно это люди знают, что здесь работать надо на результат, надо работать регламентами. Вы думаете, что если так и сделали, сотрудники уйдут? Нет, сотрудники-то не уйдут, они так и недовольны. Знаете, вы как руководитель, да, я скажу так, читаете офигенно книгу, говорю, просто, я не знаю, лучшей книги по управлению персонала нету. Я просто этого человека уважаю. Тейн Кеннеди, книга называется «Жесткий менеджмент». Почитайте, наслаждайтесь этой книгой, вы поймете, насколько управление персонала с помощью жесткого менеджмента проще встает. Вы просто сейчас по-другому смотрите, а когда Дэн в своей книге, просто Дэн один из гуру инфобизнеса, гуру маркетинга, гуру менеджмента, это просто очень уважаемый человек, да, вот профессионал на своих, свои дела. Почитайте эту книгу, вы поймете, настолько надо жестким будет управление персонала. И там как раз по поводу системы найма тоже такие жесткие правила говорит. Вы почитайте, наслаждайтесь, главное, напишите себе фишки и внедряйте себя в бизнесе. Внедряйте разные штрафы, да, штрафы за опоздание, штрафы за невыполнение, там, ошибки в серии системы, штрафы за отсутствие отчета, штраф за того-то, того-то. И штраф за то, что не работает по скриптам, штраф за то, что, там, тайный покупатель плохой оценку давал. Вы понимаете? Это уже есть мотивация. Да, это отрицательная мотивация, но все равно он работает. Поэтому я в системе мотивации, которая будет чуть дальше, расскажу, как все вместе, в комплексе это работает. Дальше, отчетность. Почему нужны отчеты, да? Почему вообще нужны, чтобы ваши сотрудники нужны? Сам факт, чтобы сотрудник ежедневно должен отчитываться, заставляет его работать эффективнее, работать на результат. А когда нет отчета, сотрудники что? Когда вы говорите, почему нет продажи, он говорит, я работаю и делаю еще больше, чем раньше. В основном, у вас покупали у нас стандарт пакет и VIP, у вас мы дадим электронную версию, то есть более автоматизированную систему отчетность, которую каждого сотрудника вы можете давать. Ссылочку, он каждый день по этой ссылочке отправлять отчет. В отчеты пишутся ключевые показатели, которые он за день делал. Вы будете его оценить работу, и с помощью это ключевые показатели. Ежедневно должно быть. И сначала лучше даже, то, что я вам давал, там, да, в электронном виде. Ребята, если хотите, чтобы внедрилось побыстрее, лучше его параллельно делать еще в бумажном виде. Пусть распечатает, еще с рукой пишет, внизу подпись поставит, у вас на 100. В первое время это очень важно. Отчеты, знаете, что хорошо, когда вот у вас идет провал, да, когда у вас видите, что результаты падают, команду надо держать в тонусе. Тоже день, то начинаете недели, две недели, пока результаты не стабилизируются, они еще должны устно отчитываться каждый вечером. Они пишут бумагу, переходят вам, по каждому клиенту отчитываются. Удивительно, с помощью этого результаты начинают истабилизироваться. Люди уже не говорят вам, не знаю, клиента игнорируют, клиенты там морозятся. Почему-то люди начинают уже поднять свои результаты. Поэтому всегда надо, чтобы клиенты, сотрудники отчитывались. Контроль отчета, кто это делает? Вообще лучше, чтобы руководитель это сделал. Нужно, чтобы руководитель. Сначала каждый день вы контролируете их отчеты. Дальше, иногда и выборочно, вы обязательно должны своим сотрудникам понять, чтобы они контролируются, их отчеты. Вы берете выборочно по разным сотрудникам и делаете замечания, и делаете штрафы, что пока вы не контролируете, через неделю, через две недели, они перестанут там вообще отчитываться. Они вообще перестанут нормально цифры написать. Поэтому должно быть контроль. Первое время ежедневно, а потом уже выборочно, чтобы вы тоже могли отойти из рутыны работы. отчеты, да? Отчеты, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова